Таймой студент. Сегодня рассматриваем уравнение максимума. В завершении вот этого прияда мы рассматриваем нормировки сосредоточенных, уравнение физических процессов сосредоточенных цепях РФЦ и тех цепях, где длина волны гораздо больше, чем размеры самой цепи, где можно явно выразить места накопления электрической энергии. Это конденсатор, место накопления магнитной энергии, индуктивность и место рассеяния электрической энергии в теплоту. Это сопротивление гранатической спектакли. И затем мы рассмотрели цепь с распределенными параметрами. Это длинная линия, которая отнесла с телеграфами уравнение. Мы их пронормировали. Сегодня мы попытаемся также пронормировать уравнение Максово. Но прежде хочется редисторию небольшого сказать. Относительно уравнение Максово очень много споров и велось со дня их появления, опубликования и до настоящего времени. Несмотря на то, что Максово в своей работе написал, что он попытался свести в единую систему все те физические эксперименты, которые были известны в его время относительно электричества и магнитизма. И попытался свести в единую систему все водку. Но он говорил, что эта вещь также развивающаяся, как мы раньше говорили, марксизм постоянное, учение, которое постоянно развивается. Также и электролуктивность постоянно развивается, постоянно появляется новый физический эксперимент. Но тем не менее, новые физические эксперименты старые не проникают. Как закон его был, как закон Парадеев был. Закон Максово, как и священник были, эти все законы. И законы Кергофа, они как законы сохранения, никто их не проникает. Несмотря на появление новых судей, новых теорий, новых исследований. Хотя до сих пор многие по-разному интерпроектируют уравнение. Считают, что они верны, многие считают уравнение, мол, что они верны. Их следует тогда помнить, и туда делают разные приставки. И, в частности, отметить можно Аксекурского работы и рассмотреть работы также Николаева. Сомскому общению Николаеву, которые, как бы критикуя математическую сторону, пытаются опровергнуть ее математическую сторону, и добавить туда физическую сторону, своих добавлений туда, дополнительную члену, дополнительную, например, скалярную модель и планетную модель. Здесь след отметит, что при этом они не рассматривают само физическое смысл, уравнение Аксекурского, которое является как бы компендиумом всех вот этих физических явлений, которые никто еще не отменялся. Это физический закон. И мы здесь, конечно, должны привести, чтобы рассмотреть эти уравнения, исходные эти уравнения. Но мы рассмотрим только уравнения, без ограничения общества, рассмотрим только уравнения в однородной и на крупной среде. Что, впрочем, наше просуждение не отменяется. Вот эти уравнения Максу. Их всего 8. Первые два уравнения с ротерами, с портеграцией, они касаются магнитного и леконического поля, представляют собой в дифференциальной форме, где их записано. Первый – это закон полного тока, а второй – закон парадеи, закон индукции. Уравнение 3-4 – это материальные уравнения, связывающие индукции на прозренности. Уравнение 5 – это не прозренности, показывающие, что вот истоков проводимости рождается переменами во времени с электрическими зарядами. И шестое уравнение – это закон ОМА, где Е-сторонний, Е-стэ – это Е-сторонний. Сторонний – это электрическими зарядами. Но она может быть равна нулю для белограничной среды вдали от источника. И, наконец, последнее, седьмое и восьмое уравнение – это уравнение статики. Первое, седьмое – это магнитный статика, а восьмое – это электростатика. Особо следует выделить параметры среды, которые уравнивают массу на почувствующих. Это в данном случае скалярные, для однородной инзотропной среды, скалярные Э-сил и у-сигма, имеющие размерность парадового метра, то эквивалент некоторой емкости. А у-эта-генемель на метр, что эквивалент некоторой метровости. И сигма-сименс на метр, что эквивалент некоторой проводимости. Другие величины, входящие в это уравнение, имеются в соответствии на размерности. Вот есть тока ампер на метр квадратный, все в системе СИИ. Электрическое поле ввод на метр, магнитное поле ампер на метр. И РО это кулон на метр в кубе, здесь метр в кубе я забыл написать, не вы допишите. А ротор-диверденция оператора имеет размеры с единицами. Потому что они производные по координатам. Вот если рассмотреть эти 8 уравнений, то они по сути делают такой компендиум для трех процессов, независимых, даже для четырех. Это вот магниты статисты, векторы статисты, которые определяют поля неподвижных зарядов. И стационарные поля, которые определяют поле равномерно двигающихся зарядов. И также представляют собой переменные поля, произвольно зарядов с ускорением. Это первое и второе. То есть поля зарядов двигающихся с ускорением. Вот если эти уравнения применять чисто формально и начинать их решать совместно, то не вдаваясь в эту физическую смешу, мы можем получить совершенно противоречивый результат. Я вот пример приведу. Вот первое уравнение 2 для переменных полей. Вот раз, здесь ее можно подставить, вместо ее так оставить. А вот вместо е по дт подставить от закона Ома до й по дт. Вставить сюда закон Ома в первую уравнение. А во вторую уравнение также вместо е подставить й на сигма. И вот ню до h по дт. И взять ротор от второго уравнения. Мы получим там соответствующее части ротора h получим, который мы возьмем и с первым уравнением. И тогда получаем, что исключаем, кроме плотности тока проводности. Ну, соответственно, исключаем и исключаем, и приходим вот к такому уравнению третьего порядка, к дифференциальному уравнению третьего порядка. Вот это один путь. Можно же и другим путем путь. Вот посмотрите. Вот первое уравнение, мы возьмем от него дивергенцию. Но учитывая того, что дивергенция идет, мы знаем это минус 1 по dc, то мы получаем уже уравнение второго порядка. Для того же плотности, объемной плотности на ряда тропа. Вот видите, а причина-то в том, что когда мы строили уравнение телеграфную, мы, в принципе, эквивалентную систему этой цепи в проводной линии или полосковой линии, мы ее знали. Мы ее сразу рисовали. То есть распределенная инвективность, параллельная емкость с проводимостью и последовательно еще сопротивление утречковой инвективности. Вот и тогда мы уравнение Тергофа, Ома и Тергофа и другие уравнения, те же самые законы физические, вот закон Тарабея, закон Максового подсвещения, закон Ома, мы применили все непосредственно к той цепи, которую мы нарисовали. Но здесь вот, когда мы рассматриваем плавнение Максова, то они не представляют, не привязаны конкретно к структуре этой вот пространства, к структуре эквивалентной схемы пространства. Вот взять свободное пространство, какое-то проницаемое эквивалентное тигма, выделить из него куб определенную или сферу и эквивалентную схему, как мы будем рисовать, исходя из этого физического смысла. А какой физический смысл уравнение? Вот мы сейчас посмотрим с вами на примере первых двух, касающихся динамики. Смысл простой. Вот первый уравнение. Закон полного тока. Я его назвал закон Максового, потому что он туда вставит тух. Источение. Вот он закон Максового полного тока. Уравнение 1. Здесь ротараж. Это киркуляция магнитного поля в пространстве. Йод это плотность токопроводимости. Эксилл ДФДТ. Плотность токосвещения. И здесь еще второй ниток подставил. Йод второй ниток. Может быть равен нулю для свободного пространства. Ну, используя закон Чергопа для удации пи. Вот и уравнение 1. И это представить как закон Павлова для удации пи. Идет через проводимость Сигма. Идет смещение через емкость некоторую. Эксилл ДФД. Тоже анкерномет квадратный. И через емкость распределенную. И идет стороннюю. Вот это, по сути дела, уравнение для одного угла пространства какого-то. В этой выделенной сфере великолепности. То есть действия индуктивности нет. То есть здесь только рассмотрен закон разветвления токов. В точке пространства как распределяются токи. Куда они идут и как замыкают. Вот интегральные формы сопротивления. Калькуляция по контуру L равняется сумме потоков плотности токов через поверхность С, опирающих на контуру L. Вот. Следующий закон ОМА тоже эквивалентный в 7 имею. Простой. Вам известный. И таким же образом такая же простота. Неопровержимая пока ничем. Эта простота закон Парадео. Дефиренциальная форма ротор не равняется минус 0 на ДАШ. И интегральная форма. И вот эквивалентность синий простой еще. Некое распределение напряжения. Вольты на квадратный метр. И соответственно напряжение на индуктивности. Аналогичное как мы для индуктивности первой лекции писали L, D и по ДТ. Поскольку L это ню в данном случае. А ДИ по ДТ это ДАШ по ДТ. Ну квадратные метры мы здесь не смотрим. Потому что смысл в мире это относительно величина. А смысл физически именно в величинах в амперах и в вольтах. Вот таким образом. И применять, когда мы пытаемся, конечно это развивающийся. Но если вы говорите, что уравнение Максов не вернул. А не представляет собой заведомо проверенные этические законы. То этого конечно делать нельзя. Это равносильно того, что сказать, что уравнение Мутана не вернул. Поскольку вот есть, допустим, механика Кузерова. Кодовый уровень. Ну это будет такая же фантастика, непоплубленная экспериментария. И она не должна, никакая новая наука, опровергать статус. А является ее развитие. Ходическим развитие. Теперь приступим непосредственно к нормировке уравнений Максов, которую мы делали для распределенных цепей. Мы делали нормировку телеграфных уравнений. И теперь мы также сделали нормировку уравнений Максов для динамических процессов. Вот она к чему сводится. Первые два уравнения. На что я? Мы умножили там на длину мину. А здесь я домножил на характерный размер D большой. Первые два уравнения. Первое сначала уравнение. И заметим, что вот D ротор H равняется ротор нулевой H. И тогда новые пигментные Y, 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 и координаты будут уже нормированы к этой величине D. Далее D ротор соответственно равняется ротор нулевой оператору. И второе уравнение D ротор E равняется соответственно ротор нулевой E. И, Y, 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 D, 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 H. Суни сигма это среда. Также так. И величины характерные для среды производные. Это рецент преломления N. Скорость света C. Полновой сопротивления W. Омега нулевая характеристическая резонанская частота. Чьи это фаза процесса в этом объеме D. Далее мы вот величины, которые мы по этому уравнению. Какие величины? D сигма, E, Y, D и N, D мы расписываем через физически хорошо измеримые параметры. Коцентрирование полновой сопротивления W. Коцентрирование. Соответственно приводим. Например, Epsilon D равняется N делить на W на амега нулевая. А вот второе это оператор. Дета D, D. Уже он будет где-то до щи, потому что щи равняется амега нулевая постоянно, амега нулевая на Т это щи. Epsilon D соответственно, это сигма D соответственно Q на W, где Q это добро пусть этого объема, равный сигма D умножить на W. И N умножить на D это равняется N на W на амега нулевая. Соответственно, то есть оператор N на дета D, D равняется D получше. И вот у нас уравнение получается. Рот Раш и рот Раш, это два первых уравнения. Но они уже относительно безразмерных координат и в фазе Фи. Актилизменно уравнение. Ну, вводя новую переменную E, вектор N с ноликом, равной произведению W на H, мы видим, что эти два уравнения вот получается такой красивый вид относительно двух переменных специалов. Это шесть уравнений, как ты и небеса. Заработы уравнение для свободного пространства без источников. Ну, вот здесь я их еще по новой написал, по другой странице. И где вот эти вот обозначения все написаны. Вот таким путем, если грамотно применять уравнение максимума, то можно объяснить все те же, все те эффекты новые, которые, казалось бы, новые, но они все объясняются и магнитостатикой, и векторстатикой, и стационарным полем, и динамическим полем. По сути дела, в уравнении 20, как видим, несколько политики. Это статические поля, стационарные поля, и также поля зарядов, делающих со стороны. То есть, произвольно переменные поля. Вот хотелось так заметить, что если мы отходим от системы единиц, то мы приходим в более обобщенную сеть. У нас уже здесь для свободного пространства имеется уравнение, которое применимо на любых масштабах времен и масштабах расстояния. Относительно D, что можно сказать, какой здесь параметр. Это параметр D зависит от того масштаба, к которым мы рассматриваем этот поля. Если рассматривать вот с современной точки зрения, как доказал Гриша Перельман, что он доказал в эпохе Панторе, к чему это смотрится? К тому, что пространство наше все состоит, и сфер, и соединяющих их цилиндрических каналов, цилиндров. Все это пространство наше и в микромире, и в макромире состоит из-за этого. Поэтому вот характеристически, если мы рассматриваем наноуровень, то мы, соответственно, берем D наноуровень. Если мы рассматриваем микро-уровень, то на микро-размере. Если мы рассматриваем свободное пространство, то здесь, соответственно, тот объем берем, который соответствует сфере. В частности, в сфере, которая соизмерима с длинной волны, в длинной волне рассматриваем трезинансную частоту этого пространства, которую мы рассматриваем свободное пространство. Что касается эквивалентной схемы, то эквивалентная схема нашего свободного пространства, она может быть представлена так же, как эквивалентная схема двухпроводной распределенной линии. Только координат будет уже три. И можно рассматривать трехмерные наши задачи, как это относится, трех задач, трех координат, и фазы этой схемы, единую для всех этих трех пространственных координат. Вот таким образом. Хочется пожелать вам, что эти уровни массового, конечно, развиваются. И вот в данном случае можно выйти на такие вещи, как дать правильную оценку новым вот этим, как их называют сейчас, уже наукам. Это Аксиховского, Николаева и прочих, которых, и также ряда многих авторов, которых упоминает лекция «Эксальт». Поэтому здесь можно дать им оценку, пользуясь тем простым физическим способом, уравнением максимума, который я здесь призываю, который вытекает непосредственно из экспериментальных данных. Никаких противоречий нет. Здесь ничего невозможно тихо проверить эти уравнения. Так же, как пока, невозможно проверить уравнение лекция. Спасибо большое за внимание, всех уважаемых успехов и счастливого отдыха летней темы. Спасибо за внимание. До свидания.